Карьера длиною в жизнь. Наверное, так можно охарактеризовать спортивный путь Владимира Самсонова. Но знаете, что меня смущает в этом определении? Оно отдает не величием спортсмена, а как бы его заслугами перед настольным теннисом в плане долголетия. Дескать, вон какой молодец, ему 45, а он все играет. Всю жизнь в настольном теннисе. И действительно, кто-то пришел в наш вид спорта на стыке нулевых и десятых, и для них Владимир Самсонов – это Кубок мира 2009. Кто-то пришел пять лет назад, и для них Владимир Викторович – это заслуженный ветеран, достигший в 40 лет полуфинала Олимпиады. А для некоторых молодых ребят Самсонов – это чувствяк, который в 19-м не реализовал матчбол в финале ТОП-16 против Овчарова, а перед пандемией обыграл Лин Гаоян. И даже у тех, кто держит ракет уже лет 30, стало затираться воспоминания того, тоже такой на самом деле Владимир Самсонов и что было на рубеже 90-х и нулевых. Просто когда спортсмен заканчивает лет 35, то мы начинаем анализировать и осознавать, какое наследие он оставил. А если он продолжает играть, то мы этот момент откладываем. Мне кажется, что в случае Владимира Самсонова откладывать дальше некуда. Так что давайте уже узнаем, вспомним, распробуем его карьеру на вкус и сделаем свои скромные выводы. Меня зовут Артем Уточкин, мы наконец-то говорим про Владимира Самсонова. Итак, 17 апреля 1976 года. В простой советской семье инженера рождается второй ребенок. Причем родился Владимир Самсонов в Самаре, но в раннем возрасте семья переезжает в Минск. Где-то около семи лет маленький мальчик оказывается в небольшой теннисной секции. Первый тренер Самсонова быстро ориентируется, что у парня талант и ему нужно к хорошему профессиональному тренеру. Так Владимир попадает к Александру Николаевичу Питкевичу, на тот момент заканчивающему свою карьеру весьма неслабого игрока в рамках Советского Союза. По воспоминаниям Александра Николаевича Владимир осваивает базовую технику буквально на ходу и становится очевидно, что в руках молодого тренера бриллиант. Владимир с 76 года рождения и в 11 лет, в 87 году он попадает в сборную Советского Союза для участия в первенстве Европы по 72 году рождения. То есть представьте себе, мальчик 11 лет попадает в сборную по 15-летним. В команде на Европе он, конечно, не играет. Он стартует в личных соревнованиях и завоевывает бронзовую медаль. То есть, представьте, мальчик 11 лет завоевывает бронзовую медаль на Европе по 15-летним. То есть, вот сегодня трудно представить вообще, что мальчик с четырьмя годами запаса может в сборную попасть, а представить, что этот мальчик может еще и на Европе бронзу в личке взять, но это просто нереально, это просто какой-то космос. Это я рассказываю вам, чтобы вы понимали, насколько Самсонов был талантливым. Дальше все по нарастающей. Весь Союз говорит о великом будущем Самсонова, результаты это только подтверждают. На Европе по 74 году Владимир уже чемпион, правда по своему 75 чемпионом становится Сергей Андрианов, а Самсонов только третий. Но говорят, что в тот год наш герой очень резко вытянулся, сломалась техника и какое-то время ушло на ее восстановление. Но в целом рост продолжился и восхитительные перспективы никуда не делись. Я не просто так начал с напоминания о том, что Владимир родился в Советском Союзе, в простой советской семье. Как мне кажется, традиционное для советского ребенка воспитание в будущем сыграет большую роль в карьере Самсонов. Но к этому мы подойдем в свое время. А пока у нас 91 год. Страна раскалывается и Владимир Самсонов остается не в самой крупной и богатой ее части. В Белоруссии. В 92 году на взрослом и юношеском чемпионате Европы сборная последний раз выступит объединенно, но уже под флагом СНГ. Что это значило для нашего героя? Как вы знаете, в Советском Союзе была постоянная система сборов. То есть, если ты в эту систему попал, то проблем с тренировками, сильными партнерами просто не существует. В родной город ты приезжаешь только пересобрать сумку и маленько отдышаться. С распадом Союза первый год система сборов еще работает, но уже по нисходящей. Именно в этот момент тренер Самсонова Александр Петкевич делает важный стратегический ход. Он понимает, что в Белоруссии спортсмен до конца не раскроется и ищет для него возможности тренировок и выступлений в Европе. Как я понимаю, какой-то небольшой период Самсонов проводит в Польше, а дальше Германия, которая и станет домом Владимира почти на 10 лет. 93 год. Первый чемпионат мира для Самсонова. Владимиру летом еще играть в свою последнюю Юниорскую Европу, но уровень уже такой, что об этом даже неинтересно рассуждать. На момент чемпионата Владимир уже в сотне мира и во втором круге обыгрывает Петера Карлсона, игрока двадцатки мира и человека, который три дня назад дал ключевое очко против Китая в командном финале. В итоге на том чемпионате Владимир добирается аж до 1-8 финала, где уступает 1-3 в борьбе к будущему чемпиону мира Гатьену. Дальше планомерный рост молодого гения. В 94-м на чемпионате Европы первая медаль в мужской паре. В личке, правда, далеко пройти не удалось. За выход в 16 опять же будущий чемпион Сейв. К чемпионату мира 95-го года Владимиру 19 лет и он уже в 20-ке мира. За выход в 8 он встречается с 9-й ракеткой мира Йоргом Роскуфом. На тот момент уже своим одноклубником и регулярным партнером по тренировкам. 3-2 попадание в восьмерку на чемпионате мира, где пока еще Самсонов не готов дать бой сверстнику Люгаляну. Но этот результат позволяет Самсонову попасть в десятку мира по рейтингу, в которой он ни разу оттуда не вылетая продержится до 2011 года. Но чемпионат мира 95 знаменателен не только первым мировым четвертьфиналом. В паре Самсонов играет с Зораном Примородцем и они завоевывают серебряную медаль. То есть своим 19 Самсонов уже имеет медаль чемпионата мира. Сегодня, если ты в десятке мира, то ты точно входишь в топ-3 Европы. Но в 90-х годах конкуренция в Европе достигает апогея. И когда в пятерке мира три европейца, а в десятке их 5-6, то это считается абсолютной нормой. В такой конкуренции Владимир Самсонов не очень хорошо выступает на чемпионате Европы 96. Правда, берет золото в смешанной паре с Кристиной Тодд и после этого больше в смешанной паре не выступает. Чемпионат Европы проводится за три месяца до Олимпиады. И по традиции того времени те, кто солирует на Евро, не могут подойти в хорошей форме к Олимпийским играм. Жертвой этой традиции становится Янула Валнер. А вот Самсонов наоборот. Прекрасно готов, в группе выигрывает Андрея Мазунова. За выход в восьмерку его брата Дмитрия, такой советский между собой, а за выход в четыре играет с опытным китайцем Ван Тао. Кадры этого матча, к сожалению, не найти, но сюжет там развернулся захватывающий. Самсонов уверенно повел 2-0 по сетам и по игре все шло к победе, но в зале гаснет свет. Это продолжается 20 минут и после этого игра переворачивается на 180 градусов. По словам Самсонова, после перерыва ноги начали буквально врастать в пол. Пропала скорость и он никак не мог найти нить игры. И в итоге более опытный Ван Тао этот матч дожал. А на самом деле жалко даже не потому, что Владимир не попал в четверку, а потому что в полуфинале его поджидал Петер Корбин. Игрок сильный, но не формата пятерки мира. То есть шанс попасть в финал был практически стопроцентным. Эх, знал бы тогда Владимир, как сложится его судьба на Олимпиадах, горевал бы по поводу этого матча еще больше. Но мы подошли к интереснейшему этапу в карьере Самсонова. Сезон 96-97. Нашему герою 20 лет и он занимает 5-6 место в мировом рейтинге. На Кубке мира первое в жизни бронза, победа на этапе мирового тура в Италии, серебро на самом дорогом этапе тура в Катаре, в финале там, кстати, поражение от Валнера, и также первое в жизни серебро на топ-12, где в финале Самсонова обыграл Гатьен. Но 96-й год знаменателен для настольного тенниса еще одним событием. Впервые появляется мировая серия турниров ITTF Pro Tour. Призовые турниры заметно возрастают, а по итогам этих турниров в конце года спортсмены приглашаются на Гранд Финал, где разыграют еще более солидный куш. Таким образом, топовые спортсмены чаще начинают встречаться между собой, а в мире интерес к этим матчам начинает расти. Чемпионат мира 97, Англия, Манчестер. Ажиотаж вокруг этого турнира бешен. Перед чемпионатом номер один мирового рейтинга действующий чемпион мира Коннинху, второй действующий чемпион Европы Яну Вауалднер, третий действующий олимпийский чемпион Люгалян и четвертый, набравший серьезные обороты в этом сезоне, Самсонов. Всем очевидно, что другие претенденты как бы в стороне, и никто не сомневается, что золото турнира разыграют именно эти ребята. Причем перед личными соревнованиями ажиотаж усиливается тем, что в командном турнире эти игроки играют между собой, Самсонов обыгрывает без каких-либо вариантов Вауалднера, а Вауалднер, в свою очередь, Коннинху. И личные соревнования не разочаровывают. Противостояние Европа-Азия во всей красе. Каракашич во втором круге выбивает Люгаляна, Гатьен в одной восьмой оставляет за бортом Вантау, а в середине этого водоворота оказывается наш герой. В одной шестнадцатой финал у Самсонова 17-летний Малин, который уже в двадцатке и имеет ряд топовых побед. Первые два сета Самсонов берет легко. Начало третьего за Малином, он хорошо справляется с подачей и стремится играть максимально остро. Но после середины сета Владимир – самоособранность, во взгляде спортивная злость, а в каждом топ-спине справа – мощь. В одной восьмой финала жеребьевка не лучше. Напротив Самсонова 19-летний Ван Личин. Кадры этого матча раздобыть не удалось, но там был совершенно невероятный камбэк. На самом деле даже два. При счете 1-1 по сетам Самсонов проигрывал в третьем 10-18, и в четвертом сете проигрывал 11-19. И оба раза отыгрался. Спустя десятилетия сам Владимир говорит, что этот матч вошел в топ-3 его лучших за карьеру. Два китайца пройдены, но в четвертьфинале нашего героя уже поджидает третий – бронзовый призер прошлого чемпионата мира – защитник Динсон. В этом матче большая аудитория впервые увидела Самсонова против защиты топ-уровня, и для многих это был шок. Самсонов прошелся по Динсону просто катком. Идеальное направление, стабильное укоротко, в каждом действии несвойственная для 21-го года матерость, закономерное 3-0 и попадание в медали личного чемпионата мира. Люгалян к этому моменту уже вылетел, а вот два других конкурента по четверке мира никуда не делись. И вот в полуфинале к столу выходят первая ракетка мира Комин Ху и четвертая ракетка мира Владимир Самсонов. Расклады за китайцы, но в первом сете Самсонов очень агрессивен и настроен на разнообразие по левой диагонали. Тут смысл вот в чем. Самсонов и Конлин Ху по сути своей игрой предвосхищают теннис в будущее. Большинство топов того времени – Валнер, Сейф, Гатен, Люгалян, Кимтексу, Персон – ориентированы на правую сторону. А эти двое играют в двусторонний настольный теннис, могут спокойно разыгрывать мяч левой стороной, разводя соперника, и выбирать более удобные мячи для форханда. Но если сравнить их двоих, то Конлин Ху слева играет едва ли не в теннис десяток, постоянно крутит мяч со стола. Владимир же может сыграть острее, но выдерживать несколько топ-спинов слева налево – не готов. Поэтому он выбирает разнообразие. Где-то после топ-спина жесткий блок слева, где-то своевременный заход, а местами прошивает игрой слева по прямой правый угол Кона. 21-15 – первый сет за Самсонова. Во втором сете Кон повышает активность. Тоже ищет заходы. Игра переходит в трактическую борьбу, но при счете 12-13 Самсонов выдает серию из пяти очков подряд на приеме подачи, отрывается и дожимает сет 21-18. 2-0 по сетам за выход в финал чемпионата мира. Но вы плохо знаете Конлин Ху, если думаете, что он так просто даст себя дожать. В третьем сете он расслабляется и по мощи и скорости показывает такой теннис, которому присмотрелся бы даже сегодняшний фан Жин Донг. Правда, в концовке Самсонов подтягивается до 17-18, сет не берет, но этим рывком как бы готовит почву для старта в четвертом. Четвертый сет – это и нервы, и тактика, и воля к победе одновременно. Одна из проблем Самсонова в том, что подача с высоким подбросом частенько вылетает, что уже понял Конлин Ху и пытается этим пользоваться. Самсонов прикрывает этот момент грамотным сочетанием подачи вправо и влево. Банан еще не изобрели, если хочешь атаковать по подаче, то надо искать ход правой стороной со всего стола. В какой-то момент в этой тактической микродуэли выигрывает китаец, и Самсонов вынужден уходить на более надежную плоскую подачу справа. Но и наоборот, на подаче Конлин Ху Самсонов играет очень хорошо, используя короткий правый угол и затем находит атаку. При счете 17-13 в пользу Самсонова своя серия подач. По меркам других матчей того времени это скрытый матч-бол. Но Самсонов лишь удерживает преимущество и при 19-16 подача Конлин Ху. Я думаю, те, кто знаком с игрой Владимира Самсонова по последним годам, сейчас сидят с круглыми глазами. Да, ребята, это Владимир Самсонов образца 97-го года. Совершенно другая острота, молодость и сумасшедший настрой. Итак, финал личного чемпионата мира. Владимир Самсонов против Янува Валнера. Тогда то, что в финал вышли два европейца, казалось совершенно нормально. А сегодня прошла уже четверть века, а двух европейцев в финале мы больше не видели. Как уже сказал, в командном матче Самсонов очень легко выиграл. Но тот матч ничего не решал в плане командного исхода, поэтому Янува, почувствовав, что игра не пошла, упираться не стал. А вот в действительно мощных очных поединках к моменту финала Самсонов еще Валнера не побеждал. Полуфинал Кубка Мира 96 и финал мирового тура в Катаре остались за шведом. Что касается тактики, то расклады довольно интересны. В целом, Валнеру с Самсоновым играть удобно. Поскольку Владимир игрок новой, более двусторонней формации, то атаку начинает через вращение, на стабильность. Валнер это использует на приеме подачи, постоянно заставляя Самсонова начинать из неудобных точек. И по этой атаке мощно контратакует. Плюс знает, что подача Самсонова может выскакивать. И ищет это начало. За Самсонова играет то, что отрезками у него получается зажать Валнера влево. И самому острее сыграть бэкхендом. А когда шведы смогли поджать в левый угол, он порой начинает сорить очками. Но за Валнером ключевая составляющая любой игры. Психология. Плюс за несколько часов до игры он проигрывает драматичнейший парный финал и выходит на матч по-спортивному очень злой. Буквально с первого очка на Самсонова обрушивается шквал атак. У Владимира не получается на приеме подачи зажать Валнера влево, потому что швед идеально распоряжается направлениями подачи. 0-1. Во втором сайте Самсонов отчаянно борется, цепляясь за любую возможность выиграть очко. Ему нужно несколько очков подряд, чтобы как-то сбить напор Валнера. И вот при 11-14 ему удается серия подач из пяти выигранных очков подряд. 16-14. На своей серии подач хороший Валнер. 17-18. И на подаче Самсонова последний шанс зацепиться за этот матч, но... Янува гениально прочитывает каждую подачу. 17-21. И третий сет в таком матче становится просто формальностью. 0-3. Обязательный воспитанный Владимир спешит в комментаторскую кабинку Анатолия Амелина и, тяжело подбирая слова, передает привет родителям и говорит, что он очень устал. Володенька, прими самое горячее поздравление, дорогой. Ты замечательно сегодня играл, и мы тебя еще увидим на пьедестале наверняка. Скажи два слова, пожалуйста, своим родителям, всем болельщикам настольного тенниса. Спасибо, конечно. Конечно, хотелось чего-то большего сегодня, но... Валнер играл очень сильно сегодня. Шансов у меня практически не было, может быть, в втором сете. Если бы я его выиграл, может быть, все, могло бы повернуться в другую сторону. Ну, конечно, передаю привет моим родителям, всем телезрителям российским. Надеюсь, конечно, что, может, на следующем чемпионате мира я выиграю его. Ты устал? Да, я очень устал. Видно, что устал. И действительно, чемпионаты мира до 2003 года это командный и личный турнир, следующий друг за другом. Две недели тяжелейшего марафона, в финальной части которого совсем еще молодой парень обыгрывает четырех китайцев из восьми участвовавших в чемпионате. Подвиг достойный того, чтобы его помнили. Сезон 96-97 после Олимпийский. Олимпиада проводилась в июле, а это значит, что отпуск у спортсменов был минимальный. Именно поэтому после чемпионата мира Владимир берет огромную по меркам профессионального спорта паузу в полтора месяца. Такой перерыв необходим, но, естественно, что после него нужно больше времени, чтобы набрать форму. Летние турниры сезона 97-98 Самсонов пропускает. А на сентябрьском туре в Китае поражение в первом круге. Дальше Кубок мира, тут поражение в группе от Примороца, победа в четвертьфинале над Люгаляном, реванш Кона против нашего героя в полуфинале и за третье место обыгран Кристоф Лигу. Самсонов пока играет не очень ровно, но видно, что форма, в которой он был на чемпионате мира, вопрос времени. Но Кубок мира 97 обозначил очень интересный момент. В конкуренцию за мировое лидерство включается Зоран Примороц, который в прошлых двух сезонах как-то выпал из обоймы. Зоран выигрывает и сам Кубок мира, и предшествующий ему этап в Китае. И этим, как бы говорит Валнеру и Самсонову, дескать, ребята, а вы там точно уверены, что сейчас лучшие в Европе? Короче говоря, этим Кубком мира открылась сумасшедшая конкуренция между Самсоновым и Примороцем, которая продлится весь сезон. Итак, мы сейчас в начале сезона 97-98. Владимир набирает форму, и самое время сделать паузу и порассуждать об игре нашего героя. Конечно, главная и отличительная черта Самсонова, которой он поразил мир, это чувство мяча. Причем у некоторых чувство мяча может быть не ярко выраженным. А у Владимира, в силу роста 1,88 и очень пластичных движений, оно прямо вопит о себе. Когда ты смотришь игру Самсонова вживую, то тебе кажется, что мяч приклеивается к его ракетке. И говорят, что это даже не ощущение, а реальный факт, что он держит мяч на ракетке дольше других игроков. Сумасшедшее чувство мяча, в совокупности с уникальным чтением игры, делает прием атаки Владимира Самсонова притчей во языцах. В моем детстве сыграть хорошо на блоке означало сыграть, как Самсонов. Вы знаете, чуть позже в будущем будут матчи и даже целые турниры, где Владимир будет атаковать только 30% игры. А все остальное на приеме. И будет эти турниры выигрывать. Но пока он не стремится много играть вторым номером, ибо перформанс против игрока уровня Лигу это одно. А вот игра с Кулнинху приморатцем Валднером это другая история. Вы знаете, я от многих слышал, что Владимир Самсонов, дескать, не мощный, не взрывной. Я специально сделал нарезочку очков из того времени, чтобы вы по достоинству оценили взрыв Владимира. Кстати, в будущем эта активность действительно немного потухла. То ли молодость и задор сыграли свою роль, то ли программа ФП немного поменялась. Но в любом случае в сезоне 97-98 Самсонов был мощен и часто искал заход. Все же веяние времени никуда не денешь. Следующая отличительная черта это, конечно, короткая игра и скидки. Да, и рост, и чувство мяча этому способствовало, но Самсонов стал представителем нового поколения, которое играло коротко, более остро, встречало мяч раньше, давало больше вращения. То есть раньше короткая игра считалась хорошей, если мяч просто летел коротко. Самсонов же был во главе тренда, который эту парадигму менял. Ну а скидка справа это просто песня. Вы знаете, после того, как Самсонов показал свою скидку по короткую мячу с нижним вращением, скидки большинства других спортсменов стали казаться декорацией. То есть если, скажем, по подаче с боковым верхним у тех же шведов были хорошие скидки, то именно по короткой игре Самсонов был на голову выше. Конкретно в скидке в тот период вровень с Самсоновым можно поставить только Люгаляна, но китаец в силу стиля делал ее очень остро. Владимир же использовал другой подход. Главное это направление скидки, и за счет него можно заставить соперника играть атаку пассивно, читаемо. И следующим мячом это преимущество реализовать. Причем только написав эти строки, я понял, что по сути Владимир Самсонов задал тренд на техничную скидку, которая готовит следующий ход. Да, вслух это не говорили, но следующее поколение игроков делало именно так. Ну и конечно нельзя обойти стороной подачу, знаменитая, с высоким подбросом, без закрывания левой рукой мяча в эру, когда ряд игроков вообще выживал только благодаря закрытой подаче. Но с подачей Самсонова все было не так хорошо, и тем более не так очевидно, как многим кажется. Если вы помните, то в полуфинале чемпионата мира Коннин Ху искал моменты, когда подача Самсонова получится полудлинной. Валнер же в финале этого чемпионата эту слабость реализовал на все 100. Да, высокий подброс давал Самсонову сложность и силу вращения, но ослаблял контроль в плане длины. То есть у Самсонова к моменту начала сезона 97-98 назрел вопрос уменьшения подброса, что понемногу незаметно для глаза зрителя и будет происходить весь сезон. В апреле 98-го чемпионат Европы, сейчас на дворе ноябрь 97-го, у Примородца уже выиграно два турнира, у Самсонова пока ни одного. В полуфинале этапа в Швеции обыгран опытный Мавенге, а в финале в интересной борьбе 3-1 переигран бронзовый призер чемпионата мира Ян Сен. Причем на этих соревнованиях, как мне кажется, намечается еще одно важнейшее изменение. Помимо уменьшения высоты подброса, Самсонов при подаче начинает занимать позицию ближе к центру левой половины. Поясню, в чем была суть такого изменения позиции. В 90-х все топы подавали подачу, вставая за боковую линию. Такая позиция делает полет мяча быстрее, что при возможности закрывать левой рукой дает огромную сложность для соперников. Но минус такой позиции в том, что трудно выполнить короткую подачу глубоко вправо. Естественно, веяние времени сказывалось и на Самсонове, и он подавал свою подачу, также вставая за угол. Теперь же он встает немного ближе к центру и получает возможность более глубокой подачи вправо. С учетом того, что в те годы подавляющее большинство игроков были заточены на прием подачи правой стороной, эта находка становится просто сверхэффективной. Плюс раньше в подаче по ощущениям было больше бокового вращения, а теперь намного больше нижнего. За счет этого чаще идет бок-низ, причем очень качественный, стелящийся по столу. Соперникам становится труднее делать длинные острые срезки, которыми тот же Валнер душил Самсонова. И в итоге оппоненты начинают чаще играть коротко, и оказывается, что такая схема в разы выгоднее для Самсонова. При коротком приеме его мастерство расцветает во всей красе. Тут он может и скидку в любую точку сделать, и сыграть через коротко с возвратом бокового вращения. В общем, с попыткой улучшить подачу у Самсонова рождается целая система, которая в будущем будет работать так, что игрокам не первой десятки мира будет обыграть Самсонова практически нереально. Но хватит деталей. На победу Самсонова в Швеции Приморес отвечает победой в Австрии. В декабре на итоговом турнире года, волей жребия, хедлайнеры сезона встречаются в полуфинале. Кадры этого матча, опять же, найти не удалось, но Владимир Самсонов называет этот матч вторым в топ-3 своих лучших матчей в карьере. В финальном матче того гранд-финала очень чисто 3-1 переигран Ван Личин, и это, пожалуй, первый действительно важный титул Самсонова в карьере, ведь до этого были только этапы мирового тура. 98-й год Владимир встречает уже в статусе первой ракетки мира. В начале февраля традиционный европейский топ-12, который тогда называли малым чемпионатом Европы. Турнир для европейцев сверхпрестижный. Зорван Приморец из-за травмы его пропускает, а в полуфинале Самсонов встречается с Валдером. Видно, что Владимир еще до конца не уверен в победе именно над этим спортсменом. Поэтому матч получается очень нервный. При 1-1 Самсонов вырывает концовку, а в четвертом сете он наконец-то играет со шведом свободно, полностью навязав уже свою игру. Причем очень важную роль в этой победе играет обновленная подача. Короткое, глубокое вправо с боковым нижним, и вместо сложнейших срезок Янува вынужден играть в короткую игру, в которой Самсонов на сегодня лучший. 3-1 и в финале наилегчайшая победа над Петером Карлсоном, и это второй весомый титул для нашего героя. После топ-12 спортсмены съезжаются на самый прибыльный этап в Катаре. Здесь в полуфинале очередная очная дуэль Самсонова и Примороца. И если на топ-12 в отсутствии Зорона Владимир выглядел несгибаемым, то здесь 21-10 в решающем сете Хорват переигрывает нашего героя, показав как будто бы еще более мощный и стабильный теннис, чем в конце 97-го. Ну и последняя прикидка перед чемпионатом Европы на этапе в Хорватии. Тут до очной дуэли не дошло, Примороц только третий, а в финале Самсонов дежурно выигрывает Сейва. Ну и наконец чемпионат Европы 98-го года. Я так детально рассказываю про сезон 97-98, потому что он в своем роде был совершенно уникальным. Весь сезон на мировой сцене солировали только два спортсмена, поочередно выигрывая турниры. Оба, и Самсонов, и Примороц выиграли по четыре, не отдав ни одного турнира ни китайцам, ни другим европейцам. Разумеется, что к Евро они подходят в статусе первой и второй ракетки мира. Уровень европейских игроков в 90-е был настолько высок, что победа на чемпионате Европы котировалась лишь немного ниже победы на чемпионате мира. В 98-м же году статус Евро просто зашкаливал. Перед чемпионатом в мировом рейтинге Самсонов первый, Примороц второй, Валнер третий, Сейв седьмой, Росков в восьмой, Крианга десятый, то есть шесть европейцев в десятке мира. В таком составе вопросы о ценности титула отпадают сами собой. Чемпионат Европы полон сенсаций. Сначала шведы в команде проигрывают за выход в финал полякам, а затем в личных соревнованиях в первом круге проигрывают два последних чемпиона Европы – Сейв и Валнер. Самсонов и Примороц добираются до 1-8 без происшествий, Владимир идет легко и дальше, а Примороц бьется 3-2 с Персоном. В полуфинале у Примороца Гатьен, а у Самсонова сенсационно дошедший до четверки под поддержку домашних трибун голландец Трин Кокин. И он дает бой Самсонову. Владимир отыгрывается с 0-1 и 18-20. И дожимает голландца. Примороц поэтому показателю не уступает и уползает от Гатьена с 0-1 и меньше. Итак, уникальный сезон подходит к своей логической развязке. Первая и вторая ракетка мира в финале чемпионата и какие тактические расклады. Счет личных встреч внутри сезона к этому моменту 2-1 в пользу Примороца и последний матч остался за ним. Против всех теннисистов мира Самсонов смотрится безоговорочным фаворитом. Кроме Зорона. Чем берет Примороц? За счет фантастической работы ног он, сыграв коротко, успевает к каждой скидке Самсонова. Входит в розыгрыш и благодаря сверхстабильности многие из них выигрывают. Тот же маневр он использует, если Самсонов его затягивает в короткую игру. Он мягко скидывает, принимает первый ход и опять затаскивает Владимира в длинный розыгрыш. В розыгрыше Самсонов хорош и на данный момент переигрывает любого игрока, который нацелен на форкант. Но Зорон отлично играет слева и не дает возможности себя ловить. Но в финале очень важна психология. И если Самсонов год назад получил свой урок в финале чемпионата мира, то у Примороцца к своим 29 за плечами ни одного финала мира и Европы. А значит здесь у Самсонова преимущество. Если год назад было ощущение, что Валнер еще до матча разобрал игру Самсонова по косточкам и бил в слабые места, то сегодня то же самое делает Самсонов. С первых очков он ищет после своей подачи вылетающий мяч, чтобы заставить Примороцца аккуратничать в короткой игре. Когда же узора на короткая игра получается, он играет коротко и по скидке, которую делает Хорват, применяет домашнюю заготовку. Мощный ход слева по прямой. На приеме подачи играет через скидку влево и чтобы не было розыгрыша из зоны, тут же очень агрессивно встречает блоков. Очевидно, что Владимир вместе с тренером Александром Питкевичем к этому матчу подготовились идеально и расписали первый сет буквально по нотам. На каждое действие Примороцца у Самсонова готов ответ и 21-14. Во втором сете Зоран пытается приноровиться к тактике Самсонова. Ему удается в некоторых ситуациях все же затянуть Владимира в длинный розыгрыш, что несколько снижает давление Самсонова. При 17-17 Примороцца недоигрывает удобный мяч. 18-17 ключевая серия подач Самсонова. Очень важный очко сейчас, Владимир выигрывает. 18-17. Опять с высоким подвросом. Боковое дал чуть-чуть вращение, Володя. Да. Сажал, как говорят, принеси из сравнение зоны. Он наносит мощнейший левый итог спины, мощнейший левое вращение. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. При 19-19 и Самсонов на подачу. И опять подача справа с высоким подвросом. Ой-ёй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой очковый играет Самсонов. И кто-то еще будет говорить, что у Самсонова нет взрыва. Причем обратите внимание, как прочитана концовка Самсонова. При 19-18 Зоран играет скидку слева плюс перехват. И Владимир при 19-19 вместо того, чтобы уйти от скидки, еще раз подает такую же подачу, но делает ход не влево, а в середину. А при 20-19 он понимает, что 3 очка назад Приморец поднял короткую игру. И в решающий момент не будет пробовать это делать еще раз. Следовательно, должна пойти срезка. В правый угол срезать при 20-19 страшно, поэтому срезка влево, гениальное чтение ситуации и мощнейший заход Самсонова. Третий сет в исполнении Владимира стал просто формальностью. Безупречно сыгранной по тактике и настрою матч. И Владимир Самсонов берет большой титул. Первая ракетка мира обыграл в финале Евро ближайшего конкурента. И на свете нет ни одного человека, который бы не признавал. Владимир Самсонов лучший игрок мира. Без вопросов. Как мне кажется, именно этот момент стал высшей точкой в карьере Владимира Самсонова. И давайте на этом месте сделаем паузу, переварим то, что узнали и продолжим следить за карьерой Владимира в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok